Море, море Привет всем, любителям прекрасного! Сегодня у нас замечательная погода. После зимней стужи, солнышко, после дождей, ветров и снегов природа пробуждается. Также посмотрите, сколько подснежников у меня здесь распустилось под окошком. Милые маленькие подснежники. А я сегодня прогуливалась, насобирала такого сочного мука. Он уже хорошо напитался и такой чудный. И наковыряла вот такую красивенную коряжку. Мне уже не терпится сюда кого-нибудь посадить, присадить. Она большая по сравнению с моей рукой. И полностью тактически покрыта мхом. Вот такая замечательная горелка. Надеюсь, мне удастся сохранить этот мух здесь. Красивенный, зелененький. Пока она у меня здесь стоит без дела, я ее буду ежедневно опыскивать, дабы сохранить этот вот мух. Ну а сегодня, собственно говоря, речь пойдет не о мхе и не о моих прогулках, а хочу вам сказать о тех орхидеях, которые я прихватила с собой. Ну и, собственно говоря, показать их развитие. В этот раз я, конечно, немного взяла с собой орхидеи. Не знаю, почему так получилось, но как-то так вот получилось. Пока солнышко, хочу вам поснимать. И хочу начать вот с этого замечательного малыша. Тре саблонга. Он уже отцвел. Самое пышное цветение. Одновременно у него было три цветочка, он держал. Я вам вставлю фотографии. И вот спустя две недели я думала, что этот малыш, он пробудил мне почечки. И я думала, что это уже будут новые росты, новые бульбочки. Но, ребята, посмотрите на эти свечечки. Такие свечечки были у него, когда он выдал мне первый цветоносчик. И вот сейчас он снова надумал цвести. Вот здесь, в той же цветоносике. Между бульбочками. Конечно, не в таком обильном количестве, как было до этого. Когда он первый раз, была первая волна цветения. В этот раз поменьше. Ну вот, неугомонный цветон. Заметьте, что вот эти цветоносные почки, которые уже вторая волна у него. Вот он пробуждает тех же почек, где у него был первый цветонос. Вот здесь первый цветонос, он не процвел. И вот оттуда же, сейчас я попробую найти другую почку. Вот на примере вот этой вот. Посмотрите, вот здесь был старый цветонос. Вот он не процвел. И вот с этой же почечки, прям оттуда же растеркнуло. Вот такой вот неугомонный малыш Триаса Блонга. В отличие от его собрата, Триаса Дестифлора. Покупались они в один день приобретались. По-моему, в августе. И вот если Триаса Блонга уже и процвел, и у него вторая волна, то вот этот малыш как-то вообще стоит без движения. Я его получала вот ровно таким же. Сколько прошло? Уже 4-5 месяцев. И никакого движения. Ни нового тебе корешочка. Ни нового ростика. Вот с теми почками, которыми он пришел. Вот здесь бы было две почечки. На одной бульбочке. И на второй вот здесь вот тоже почка. И ничегошеньки. Ну и также не теряется Тургар у него. В отличном состоянии листики, в отличном состоянии бульбочки. Но вот без изменений. Еще одна девочка, которую я прихватила с собой. Это Гросурдия. Гросурдия Мускоза. Вот ее название. Приобреталась она тоже в конце прошлого года. Сейчас мы посмотрим. 2 октября. И вот тоже такая барышня. Знаете, немножко медлительная, я бы сказала. За это время она вот меня пробудила. Один корешочек. Пазухи листья. Листика. И вот пробудила второй корешочек. И за это время этот листик, она вырастила, может быть, на полсантиметра. Ну растем. Потихонечку растем. Это уже не может не радовать. Нижний листик, она, наверное, все же пытается отсушить. Не вылез кушать. В общем, такая девочка. Это взрослое растение. Миниатюра. У нее она пришла с отцветшими цветоносками. И тут вот эти 3 штучки. Вот. И, кстати, несмотря на то, что по рекомендациям рекомендуется содержание ее теплое и влажное, она стала расти и развиваться при довольно-таки прохладных температурах. У меня было открытое окно здесь на проверкивании. Как бы висела она вот здесь вот рядышком с тресом облонга. и вот в таких вот условиях она стала развиваться. И лист начала растить и также корешочки. Так что не все рекомендации оптимальны. То есть нужно смотреть на растения, на их развитие, что их устраивает лучше и что им больше нравится. Еще одну девочку, которую захватила с собой, это среди фадения метрата. Честно говоря, я не хотела ее брать с собой. Но у нас здесь на одной розетке была проблемка. И, как видите, она и не исчезла. Это проблемка. Я тут немножко зачищала. Она отсушила два новых хруста. Я все-таки решила вмешаться. Но, видите, все равно вот этот лист усыхает. Это как сухая гниль, что ли, я бы так сказала. Потому что при сухой гниле свойственно орхидейкам вот так вот отсушивать от шейки корни, которые превращаются в такой вот... Они становятся такими дубовыми. Вот поэтому я склонна думать, что это такая вот сухая гниль. Но, не знаю, попробую еще потом домой, когда приеду, обработать ее фундазолом. Ну, видите, вот пробивается корешочек. Вот пытается она, конечно, выживать. А вторая ее напарница или соседка, да? Вторая розетка очень довольно-таки неплохо себя чувствует. Намного лучше, чем вот эта вот. Видите, она даже немножечко потеряла тургор. Ну, это естественно, потому что нету корешков, да, должных. Вторая дамочка начала мне растить ростик. И вот, видимо, я когда обрабатывала Максимом, зацепила кончик этого ростика, и он как-то затормозил в росте. Он вроде бы как по зеленым кончикам, но не растет. Вот, но недавно она мне прокленула. Так, развернись. Корешочек. Один закуклила, который выше. А вот этот раскуклила. Чувствую, чувствуется уже пробуждение на растюшках. И вот заметно тоже, да, что вот этот вот лист, он начал расти, посветлел. И также вот растет здесь в пазухе еще один. Также я с собой прихватила еще одну малышку. Вот такой замечательный кустик. Это, кстати, вот недавно было видео у Леночки. Я смотрела с Англии. А по поводу вот этой вот фирмы. Акерный оркидс. У меня два растения от этой фирмы. Вот это вот первая, это трихопилия апача. Пришла она ко мне в корзиночке, посаженная в мох с растущими ростиками. Вот он один. Она уже хорошо его откормила. И вот второй ростик уже потихонечку тоже раздевается. Тоже хорошая бульбочка выросла. Я ее перевалила просто, перевалила вместе с моховым комом, в котором она пришла. Такой вот импровизированный горшочек, да, обрезанная бутылочка, без дырочек. И посмотрите уже куда выглянул корешочек. Хотя корзиночка это была и корешки, но вот на таком расстоянии. А сейчас вот корень уже ушел вглубь. Поливаю я ее опрыскиванием. Здесь никогда на дне нет водички. Вот поверх субстрата про шикола. И все. Никаких замачиваний. Посмотрите, вот она мне выдала где-то с месяц назад две почки. на одной бульбе старой. Вот она одна. С таким коричневым клювом. И вот здесь так надо включить подсветку. Вторая пучка зелененькая. Вот не знаю я, что это. Растут они очень медленно. Вот за месяц. Но насколько мы здесь на не целый сантиметр вырастили почку. И с другой стороны тоже на старой бульбочке. Вот тоже почечка у нас здесь виднеется. Тоже не знаю, что это. Для меня это растение новое. И пришла она ко мне уже с полноценными, можно сказать, ростами. Уже листики у них были. Поэтому как проклевываются росты и отличить их от цветоносов, я не могу. Мне это очень сложно. Вот такие у нас тут продвижения. Хорошее растение. Быстро адаптировалась. В общем, такой вот. Не знаю, что. Чего-то ждем. Что это будет, не знаю. Такая вот. Чего-то осталось похожее.